вот как это выглядит смотрите ребят у добр 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 брал пакси ребята смотрите какой раз привет друзья привет вам уважаемые зрители программы диктор делает я хочу всех поприветствовать вас из сербии братский сербский народ через меня в моем лице вам отправляет вот целый сноп лучей любви это честно хочу представить вам моего сегодняшнего героя это дарко панич это мой старинный друг он лесник это человек который нам сегодня поможет разобраться с одним очень важным вопросом речь сегодня в нашем выпуске пойдет о черном золоте сербии пока мы вот здесь здоровались смотрите что происходит ребят у нас первая находка ночи вот так вот прям вот здесь вот вот прям вот на месте где мы с вами поздоровались вот так выглядит то самое черное золото сербии браво паку браво браво у нас есть самый главный герой без которого вообще это все невозможно знакомьтесь это пока вот он пока я хочу вам сказать что это уникальный организм пока это итальянская водяная собака породы лагота романьола именно эти собаки обладают удивительным нюхом и они могут чувствовать гриб на глубине до полутора метров представляете вот этот малыш может достать гриб самой глубины и без него мы из дарко сделать ничего не сможем привет пока это лагота романьола итальянская порода собак которая по своему генетическому предрасположению имеет очень тонкий нюх именно поэтому таких собак часто используют как охотничьих за дикой птицей и всего другого но итальянцы быстро поняли что эту собаку можно использовать по другому и у них в 50 раз сильнее человеческого и если для нас это проблема учуять гриб под землей скажем то ему это как у нас говорят просто как фасоль меня зовут дарко панич мне 43 года я серп родом из ремской митровицы я закончил школу лесного хозяйства и работал лесником 12 лет в воеводинском лесничестве и во время этой работы мне пришла в голову идея заняться частным бизнесом связанным с лесом я решил заняться лесными дарами все чему я научился в школе и на этой работе мне очень пригодилась в моем новом бизнесе я решил заняться лесными дарами тем что природа одаривает нас а именно грибами разного вида и конечно самым дорогим грибом трюфелем это был очень правильный шаг мой бизнес процветает когда идем в лес за один день до того собаку не нужно кормить оставляя его без ужина вот сейчас он голоден и очень бодро ищет а награда ему вот смотрите это сосиска и он поэтому очень активно потому что знает каждая такая находка трюфеля для него это еда покажи свой инструмент а вот вот так выглядит профессиональная лопаточка человека добывающего трюфель видите очень острая коротенькая для рубки корней в этом лесу преобладает липа видите здесь много и граба и липы но либо больше всего липа оказалась очень правильным деревом для трюфеля трюфель растет и в дубовом лесу и в других лесах скажем в орешнике и так далее везде может расти меня всегда забавляет вот этот вот факт представляете мы здесь ходим а под нами на глубине лежат эти дорогие грибы люди не могут по своему устройству люди не могут найти их сами а собаки могут и помогают людям смотри это не трюфель за что почему я уже знаю у него такая реакция когда он вот так дует носом очищает нос просто какой-то запах есть но это не трюфель видишь а слышишь ли птиц это то что приятно нашему мозгу для релаксации очищения ума называется лесной резонанс 432 герца друзья не знаю чувствуете ли вы но мы здесь реально расслабляемся слышите про добро добро добра браво 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 дыр дыр ай дай дай вот как это выглядит смотрите ребят у дабор добра браво бакси смотрите какой размер вы видели все своими глазами да вот они на небольшой В небене? Браво, Пако, браво. Ну, прекрасно. Смотрите, какой красавчик. Здорово. Чтобы заниматься таким необычным бизнесом, вам нужны две главные вещи. Первое, вот такой прекрасный пёс, которого нужно воспитать. И второе, это тоже важно, геолокация. Если вы знаете место, где эти трюфеля, эти тортюфы, это чёрное золото обитает, тогда у вас, может быть, будет успех. Если нет, нет. Поэтому геолокация – это та вещь, о которой я вам никогда не скажу. Тем более, что я здесь гость. Иди, Пако, иди, дай-ка, дай-ка. Добро, добро. Добро, 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 добро. Браво. Ребята, почувствуй, как он пахнет. Вот это номер. Смотрите, какой. Вот он, тот самый тортюфчик, тот самый чёрный трюфель, то самое чёрное золото Сербии. Ребята, вот как это выглядит. Дарка даже землю нюхает, уже знает. Ребята, здесь так интересно, вы не представляете, какая атмосфера. Мы ищем сокровища вместе с этой собакой. Это не трюфель. Думаешь, нет? Не слесняй. Мы нашли ещё одного человека, который с собакой, с такой же лагот Романилла, ищет здесь трюфеля. Это друг Дарка. Здесь все друг друга знают, потому что конкуренции не должно быть. Это очень такой опасный бизнес, если конкурировать. Можешь у майки? Как ты в майки ходишь? Не заели тебя? Это мой друг. Привет, я Алекс. Ну, как охота? Ребята, смотрите. Ого-го! Добро! Вот так. Вот так, видите, вот. Вот так выглядит тот самый летний трюфель. Красно. Какие чудесные псы, правда? Очень симпатичные, добрые и очень умные. Вы как братья, я знаю, вы коллеги. Но всем ли хватает места в лесу? Конечно, в Сербии много места для нас. Охотников не так уж много. Существует, конечно, здоровая конкуренция, но места всем хватает. Мы не жадные. А это опасный бизнес? Да, бывают, конечно, разные случаи. И опасные тоже. Но это все ведь люди. Есть такие, кто приезжает к нам, чужаки. Есть и такие, кто без лицензии охотится на трюфель. У них нет никаких разрешений, и вот такие могут быть опасны. Но никому не нужны проблемы. Здравствуйте и сразу до свидания. Если вдруг случайно вы обнаружите в лесу человека в камуфляже, а рядом будет бегать собака, знайте, что сейчас кто-то зарабатывает очень неплохие деньги. А почему эти грибы такие дорогие? Как это не слышишь? Трюфель – отличный афродизиак. Очень редкий в природе гриб. Не в каждой стране растет. Только между 44-й и 45-й параллелью. Это если в Европе. И есть еще кое-где во Франции, Италии, Сербии, Хорватии, Боснии и все. Его не бывает много, тяжело найти, сильный афродизиак – полезная еда для мозга. И именно это определяет его высокую цену. И еще он очень вкусный. Конечно, конечно, это номер первый. Ну вот благодаря нашему псу Пако, смотрите, ребята. Видите, а вот еще там что-то происходит. Я уже бегу. Слушайте, ну вот таких вот набрать, да? Неплохо, правда? О, мышь? Да, мышь. Нет, это мыши на горе. Ерунда. Фу, это. Дарка даже может своим носом почувствовать, есть ли там тортюф или нет. Хотя это не сложно, ребят, поверьте. Это так прекрасно пахнет. Вот он, настоящий черный трюфель. Доброе. Доброе, Пако. Стоп, стоп. 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 Стоп, Пако. Стоп. Ага, ага. Стоп. Иди. Это какая-то старая ямка. Теперь хозяин. Дай. Старый. Иди. Иди, Пако. Ну, мы не расстраиваемся, потому что у нас кое-что есть. Неужели можешь чувствовать сам? Да. Как собака? Ну, если он наверху? Нет, здесь ничего нет. Италия номер один в мире в том, что связано с трюфелем. Но именно они предпочитают самые простые рецепты. Это хорошая паста, пармезан, трюфель. Сможешь научить? Ну, конечно, как будем готовить, я все покажу. Там не сложно, не тяжело. Пять минут. Не ИТ-шку, да? Очень быстро. Ребята, вы слышали, да? Пять минут, а тест. Пять минут, и такой рецепт можно приготовить. Я думаю, что это мы сделаем уже в следующей программе. За сим прощаемся. Вы видели своими глазами, как добываются вот эти прекрасные черные грибы. Ждите следующий выпуск. В нем мы с вами вместе с Дарко приготовим кое-что из этого черного прекрасного трюфеля. Пока, ребята.